Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу тему английского языка. Да, мы с утра говорили, что к нам придет гость, который будет учить нас английскому на прямом эфире. И у нас в гостях Ханат Иманкулов, руководитель финансового отдела Американской школы DAS Education. Доброе утро! Здравствуйте! Здравствуйте! Мы за кадром уже немного поговорили, и вы сказали, что у вас новый метод. Но в данный момент сейчас нашим горожанам, кому не говорю, новый метод, они слабо в это верят. В чем отличие вашего нового метода от предыдущего нового метода, который есть у других английских школ? Хорошо, спасибо. Как я уже говорил до этого, наш метод отличается тем, что мы обучаем людей путем, образом и ассоциациями. Например, если человек не умеет представить чего-то, ему трудно будет изучать этот язык. То же самое, допустим, если вы не знаете, что такое существительное на своем языке, вам будет тяжело это познавать на английском языке. То есть для того, чтобы изучать иностранный язык, вы должны понимать свой язык, именно представить эту картину. Также, например, вы все, наверное, ходили в детские садики или что-то такие. Если вы заходите в детский садик, там плакаты. Нарисован там лица, и снизу написано «Лиса». Или же «Заяц», и снизу написано «Заяц». Или «Курица» – «Курица». А что было бы детям интересно, если там не было бы картины, просто написано было бы «Лиса», «Заяц» или «Курица». Нет, никому не было бы интересно, то есть детям. То есть что это означает? Это означает, что мы запоминаем, оказывается, иностранный язык, вообще слова, путем картинок. Наш мозг это все, весь картинки запоминает. Никого не удивляет, если человек говорит, вот человек, допустим, знающий весь эпос Манас, мы говорим, о да, существуют такие люди, которые знают весь эпос Манас. Мы говорим, о да, он знает целую книгу. Но как они это все запоминают? Они запоминают это описаниями. То есть там говорится очень обширно, описывается его лошадь и так далее. Поэтому это все запоминается. Также мы, когда учим язык именно образом ассоциациями, человек именно запоминает картину, и у него оставляется фонетическое кодирование. Точнее, это как? Например, все вы знаете, наверняка вы знаете, как будет звучать слово кулак на английском языке. Как будет звучать кулак? Я не помню. Подождите. Подождите, я сейчас подумаю. Хорошо. Кулак на английском языке будет звучать fist. Да? Fist. Например, fist. Мы берем fist, кулак fist, да, и оставляем фонетическое кодирование, чтобы это вспомнить. Например, все вы должны представить сейчас кулак. Тот кулак, который вы можете представить. Представьте, что из кулака торчат фисташки. Очень много фисташек. Или же кулак разбивает очень много фисташек. Или же огромная, большая фисташка держит кулак. Или же кулак в виде фисташки. И вот это слово fistашка мы оставляем кодирование, ссылочку на слово fist. Fist. Понятно? Допустим, когда вы будете вспоминать кулак, что было, да, вы вспомните этот образ фисташку, да, и из фисташки вы вырываете fist, понимаете? Или же, допустим, слово, допустим, как будет слово кусты, куст. Это будет буш, да? Буш. Буш. То есть, да, все вспоминают бывшего президента Джорджа Буша, но именно надо делать образ на Джорджа Буша, да. Не простого там американского там мужчину, да, а именно Джорджа Буша надо представить. И представить надо, как он там из кустов выходит, да. Сделал свое дело, вышел из кустов, да. Американский президент. Именно, то есть, буш это, да, или же как будет чайник на английском. Будет кеттл, да. Кеттл. То есть, мы должны представить, как над чайниками висят кеда, да. То есть, кеда оставляется ссылочку на кеттл. Ой, да, так намного легче, кажется, даже вспомнить. И даже вспомнить, да, мы за урок можем запоминать от 50 до 100 слов. Я даже знаю людей, которые с 9 утра до 6 вечера выучили этим методом тысячи иностранных слов. Понимаете? Тысячи иностранных слов – это уже говорящий режим, то есть, можно говорить. Мы ходили в министерство образования, и вот именно программа с первого, там, по одиннадцати класс для школьников, да. Выпускник школы, то есть, одиннадцатый классник, он должен знать, оказывается, по программе английского языка 1500 слов. Но я уверен, что выпускник школы не знает эти 1500 слов, да. И вот 1500 слов. Он, человек, тратит 11 лет 1500 слов, чтобы выучить на этом языке, то есть, на английском языке, да. У нас же по этой методике. Но если, конечно, хорошо они будут учиться, это будет от человека, тоже зависит. То есть, тысячи слов за один день – это возможно. Но мы разделили для нас, вот именно, да, это вот для американцев, вот тем людям очень хорошо подходит, для нас мы разделили, и мы сделали, что от 50 до 100 слов, да, за два часа обучения, которое происходит у нас ежедневно, с понедельника по пятницу, это вот реально. И также у нас есть, первый час у нас выделяется именно запоминание слов, потом второй час – именно фраза, да. Допустим, если вас спросят, иностранец, да, «What is your name?», да, то есть, как ваше имя, да, вы сразу отвечаете «My name is», да, «My name is», так-так-так-так, да. Но если я у вас спрошу, почему вы там используете «is», почти многие не могут ответить, да, потому что это «miss» и «mini», да, знают только многие. Но все изучают именно фразу, да, то есть, они шаблонами изучают. И вот также мы за урок от 100 до 300 фраз изучаем, то есть, запоминаем, да, именно, что фразы были, у вас были там шаблоны, когда зададут такой вопрос, надо отвечать именно так. Хорошо. А ваши преподаватели, они наши, местные преподаватели, ну, а как они получили это образование, этому методу, как они научились? Хорошо, спасибо. Наши, да, преподаватели, они отсюда, да, то есть, они выпускники американского университета, там, других университетов, которые обучают именно лингвисты. Дело в том, что этот метод очень хорошо, то есть, обучается сам, да, и она очень… Независима. Да, взрослый человек или маленький ребенок, да. Для детей, наоборот, это лучше. Для детей, да. Ну, им легче, наверное, сфантазировать. Конечно, конечно, да. Для детей, так как вы задали именно вопрос о преподавателях, этот метод легко обучается и другим. Наш метод курса, то есть, наш английский язык, да, с первого дня мы не начинаем английский язык, мы их начинаем тренировать, их мозг, то есть, обучаем методу, как запоминать информацию, да. Не английский язык, а вот как запоминать, да. Вот большинство в школах, да, нас обучают, там, математике, алгебре, там, другим, да, предметам, да, но именно как учить этот предмет нас не обучают. И поэтому мы как учить английский язык сначала обучаем, а потом переходим на английский язык. Весь курс у нас делится, то есть, длится 6 месяцев, да. После окончания 6 месяцев мы даем им сертификат с Америки, то есть, американский сертификат им выдается. Хорошо. Ваши преподаватели, они специально ездили в Штаты, да, чтобы научиться этому методу, или они были обучены здесь? Хорошо. Четверо наших преподавателей ездили в Штаты, чтобы обучиться этому методу, а остальные преподаватели обучили эти четверо, которые там отучились. Хорошо, ну это довольно-таки просто запоминается. Мне кажется, логический подход, да? Да, да, да. Сперва научиться, как это делать, потом начать учить. Вообще, я думаю, это очень даже весело. Вообще, вот сама ваша вот система. То есть, мы... Вы представляете, как вы сказали, ходит банан, это очень весело. Мне кажется, не каждый может это представить. Это может представить, такой сумасшедший человек. Ты представила это, да? Я спокойно представила, вы уже знаете, какой я человек. Хорошо, тут у вас небольшая статистика есть, сравнение с обычными курсами английского языка и с вашими, у вас превышает, я не скажу, что дважды тут в три, в четыре раза превышает результаты. Статистика неверная и действительная. Это действительно, да. Мы еще здесь написали, то как бы реалистично, да, сделать, да? На самом деле, еще больше можно. Еще больше. Да, еще больше. Человек, который, он хочет изучать английский язык, да? Именно тот человек, который и желает говорить на этом языке, да? Вот у нас он получит реальное образование. Я хочу обратиться всем телезрителям о том, что пусть к нам придут такие, которые уже мучаются много лет, изучая язык, да? И которые хотят не возвращаться уже к английскому языку в дальнейшем, да? Именно, чтобы они вот поставили перед собой цель о том, что за это, вот именно за это лето хотят выучить английский язык, да, с сентября, да? Пусть приходят к нам, и мы их поработаем. У нас не будет такого там, допустим, ой, давайте там поиграем, да? Давайте там съездим туда, там посмотрим фильм. Да, фильмы у нас есть, конечно, включаются, но это уже уровень апрендинтермидиет, да? То есть именно вот те, которые хотят тратить время свое, да? Английский язык, я вам хочу сказать, английский язык не приходит как бы там просто так. Это не передается по наследству, да? Или же у нас нету там палочки Гарри Поттера, которые там потыкали, и все, вы знаете английского языка, да? Нет, это, да. Английский язык, он приходится трудом потом. То есть, как говорится, тратить на это надо время. Большинство людей, которые ходят на курсы, я как заметил, да? Оказывается, вот так думают, я хожу на курсы, все, я трачу там время, выхожу, все. Все, я должен знать английский, да? Все, да, все. А на самом деле подходят к иностранцу и говорят, что-то выучили нас. Вот оба тебе тоже пару слов скажут, как я, и все. Тут написано, что у вас обучение идет онлайн и оффлайн. Получается, можно из любого региона, не только региона, а вообще из другой страны изучать английский у вас, да? Да, спасибо. Да, у нас есть и онлайн, и оффлайн, да, оффлайн, которые к нам приходят и обучаются в группах. Также есть онлайн, которые преподаватели сидят у нас и через программу приложения обучают других студентов, которые находятся вне зависимости, где. Главное, чтобы они были подключены к интернету и чтобы у них была платформа, то есть телефон, планшет или компьютер, да? Мы после того, как они пройдут, у нас зарегистрируются, мы им даем промо-код, код, который именно они должны зайти к нам, и путем этого, то есть там будет от 4 до 6 человек в группе, и будет преподаватель тоже их обучать. И у меня еще раз такой вопрос. Да, да, да. Вот в Das Education у вас получается только английский язык, или есть еще другие языки тоже? Хорошо. Или если нет, то как вы, когда вы придете вообще к этому, там, на изучение европейских языков других? Окей, спасибо. Вообще этот метод, этот метод, да, называется мнемотехника. Этот метод был придуман не нами и вообще никем. Этот был метод придуман вообще, когда человечество создалось, да? Как вы думаете, как ребенок изучает язык? Вы знаете, да, он изучает язык, оказывается, смотря на картину, то есть на предмет, да? Если бы мама говорит ребенку, да, это ложка, держи, это кружка, держи, да? Вот по этому методу изучает ребенок, да? И так же вот древние люди по методу мнемотехники в виде камней и так далее, орудия, да, они изучали собственный язык. И как вы сказали насчет того, что перейти к другому языку, да? Да, этот метод вообще предусматривает разговор изучать вообще другие языки, любой язык, да? У нас сейчас есть в планах начать именно корейский, да? Вот наверняка это будет до конца этого года. Но сейчас мы активно работаем над программой, которая называется подготовка к общереспубликанскому тестированию, да? К ОРТ, да. И с сентября месяца мы это запустим. У нас будет очень классная методика, то есть методом мнемотехники мы будем запоминать и русский язык, и крыгызский язык, и математику, и так далее, да. И так же будет у нас ОРТ для этих английский язык дополнительный, то есть. И вот сейчас мы активно вот готовим программу над этим. Я опять же по вашей статистике вижу, что вы в грамматике уделяете больше 20%, тогда как другие школы делают акцент на этом 75%. А на практику у вас 85% идет, а у других 5-10%. Да, я понимаю, что на практике человек больше создает, но и грамматика при этом же нужна иметь, нужно правильно писать. Как по этому следить? Хорошо. Перед тем, как ответить на этот вопрос, да, я хочу вам задать такой вопрос. Как вы знаете, то есть, как вы думаете, существуют ли такие люди, которые говорят на этом языке, но в тот же момент на этот язык не понимают? Как вы думаете? Говорят, но не понимают. Да. Например, вы говорите на русском языке, и русский не понимаете. Так, я таких еще не встречал. То есть, именно в письменном виде не понимают? Нет, нет, нет. Именно разговорно. А, ну, я думаю, есть приезжие, они же несколько слов могут сказать, но при этом не понимают. Нет, 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 нет. Но при этом нет. Я сказал, вы можете говорить на русском языке, да, но вы не понимаете русский язык. Нет, такого невозможно. Нет, такого невозможно, да. Есть люди, которые понимают язык, понимают, но не говорят. Но нету таких, которые говорят, но не понимают. Правильно? Также, именно когда мы развиваем именно навык речи, автоматически приходит навык понимания, навык писания и так далее. Почему мы уделяем именно 20% для грамматики? На самом деле, английская грамматика, она очень легкая. Мы, именно наш метод изучения со школы, университета, так он обустроен, что там 11 лет изучаешь грамматику, и то ты не понял эту грамматику. И у тебя впечатление такое, что английская грамматика, она настолько тяжелая, что ее невозможно изучить. На самом деле, это не так. Английскую грамматику, если постараться, можно выучить за три часа. На самом деле, ничего сложного нет в английском языке. А самое главное, это говорить на этом языке. Говорить. Поэтому мы 20% это от общего времени, которое мы будем тратить на английский язык, мы будем тратить на грамматику. Сначала мы будем изучать слова, потом это переводить на грамматику, и потом переводить на фонетику, то есть разговоры. А у вас на курсах есть такие же уровни, как там Intermediate, Upper, Intermediate, Advanced, или у вас отличается чем-то? Да, у нас нету таких уровней, у нас только два уровня, это начинающий и продолжающий. Начинающий, если взять, так как вы говорите, начинающий начинается с Starter, заканчивается до Intermediate, а продолжающий это Upper и Advanced. И вот оба эти длится по 6 месяцев уровня. Я вот смотрю, вы с тобой что-то привезли, это что? Большой плакатик. Могу, да, показать? Да, да, конечно. Спасибо, что спросили. Это вот у нас сейчас на лето. Программа на лето. Программа на лето для детей. У нас сейчас будет летняя программа, которая длится будет каждый день по 4 часа. Здесь будет английский язык, развитие памяти, скорочтение, игры. И также мы будем их кормить кофе-брейк, сладостями и так далее. Для детей это очень удобно. Почему? Потому что приходят такие родители, которые говорят нам о том, что скоро каникулы летние. И дети-то ходили в школу до этого, потом со школы родители забирают. А сейчас летние каникулы. И чем их занять? И как бы они снова ходят в школу. Да, и чем их занять? Или же дом оставлять, или же они там без призывника. А родителям все равно придется работать. И они могут оставлять у нас на 4 часа своих детей. И мы будем их обучать, играться с ними и так далее. Стоит это все 3500 в месяц. И каждый день по 4 часа. С понедельника по пятницу. Довольно. Дорогие друзья, мы так понимаем, что вы даете гарантию, что через 6 месяцев человек будет знать английский. Конечно, это зависит от человека тоже. Если человеку, которому мы даем домашнее задание, домашнее задание довольно у нас легкое, который не делает домашнее задание, не следует нашему методу, мы этому человеку не даем гарантию. Но тот человек, который выполняет все домашние задания, и потом через 6 месяцев он скажет нам, извините, я ничего не выучил, ну такого, конечно, не будет. Даже я могу дать гарантию, что за все 6 месяцев, которые он оплатил, я могу вернуть им эти деньги. Хорошо. В английском языке я очень часто слышу, например, что это очень трудный язык. Потому что если уйдешь куда-то на курсы, говорят, все, ты должен бросить все дела и заниматься только английским, если хочешь получить какой-то результат. А, нет, мне так не говорили. Нет, мне так часто говорили и говорят до сих пор, да? Но это, наверное, те люди, которые очень трудно дают английский язык. Те, которые не умеют фантазировать, да, мы сейчас говорили об этом. Сколько времени нужно уделять, например, английскому языку в вашей школе? Хорошо. Не нужно ли отходить от своих других дел? Хорошо, спасибо. Наше занятие проводится с 9 утра до 8 вечера ежедневно по 2 часа каждый студент. В группе будет до 10 человек, но этого метода можно изучать в группе 20-30 человек. Наша методика именно отличается тем, что у нас есть секундомер. Секундомером, который говорит человек, он секундомер в голове, он начинает думать, что там идет время, надо быстрее говорить, да? Например, я сейчас говорю на русском языке, там за секунду одно слово, да? Секунду одно слово. Только если человек должен дойдет до уровня, до скорости секунды одно слово на английском языке, он уже хорошо говорит на этом языке, да? И также отвечу на ваш вопрос, который вы сказали, что бросить надо все дела и заняться английским языком, да? А на самом деле лингвисты, которые изучают 4-5 лет, которые в университете изучают, они так и делают, да? То есть они именно весь свое внимание уделяют английскому языку. И через 4 года они там на уровне advanced, наверное, или upper выходят знающим английского языка. На самом деле курсы, как бы, курсы, оказывается, привыкли, да? Это временно, то есть есть работа основная, а есть курсы, которые после работы можно сходить, да? На самом деле, если вы хотите изучать английский язык, вам надо уделять на домашнее задание 2 часа. И это длится не только один день, она должна длиться в течение 7 или 8 дней именно повторения одно и то же слово, чтобы она закрепилась у вас в долгосрочной памяти. То есть уже автоматически? Автоматически, да. Как я говорю постоянно своим ученикам, в Европе сделали такой практический пример, да? Они, обычная средняя школа, которая в Европе, перед выходом в каникулы директор им раздал экзаменационные листы, да? И сказал им, чтобы все решали. Они все решили, решили, и первый день там они решили только на 30 процентов. Но второй день они там продолжали, это с этими же задачами, экзамен продолжали в течение 7 дней, да? И второй день они решили на 40 процентов, а в конце седьмого дня они все решили 100 процентов. И они все вышли на каникулы, пришли в сентябре, то есть к сентябрю, да, в сентябре месяце, и раздали этот же раздачный материал, и все они решили на 95 процентов. То есть это говорит о том, что в течение 7 дней человек будет повторять одно и то же слово, у него это закрепится в долгосрочной памяти и не будет выходить из памяти. Не будете возвращаться к этому обратно. У вас первое занятие, оно бесплатное, да? Это, наверное, право на урок. Я это к тому, что у наших дорогих телезрителей, кто заинтересован в этом, может сходить в Das Education и просто 2 часа, да, уделить свое время на изучение английского языка и уже на себе испытать и самому посмотреть, как там действительно все это делается. А потом ты сказать нам, чтобы мы потом тоже пошли, чтобы мы отдали нашего, моего соведущего на курсы английского языка. То есть моего русского языка тебе не хватает? Мне не хватает. Хорошо, буду с тобой теперь разговаривать, начну только на крыганском. От вас давайте немного пожеланий нашим телезрителям и, может, какое-либо обращение. Спасибо. Обращаю всем телезрителям о том, что приходите к нам. Мы находимся на горке Панфилова, Панфилова, 77. Наш телефонный номер 0501-3355-55, 0550-33-55-55 и 0220-33-55-55. Приходите к нам, будет очень интересно, особенно в летнее время. Мы сейчас готовим лагерь на Иссеколь. Для детей приводите. 1 июня у нас состоится день открытых дверей, именно направленный на Summer Camp, то есть для детей. Приходите к нам. У нас есть своя столовая, то есть у нас есть игровые залы. У нас все уроки проводятся с помощью проектора. Также вы будете там on English Zone, то есть будете только разговаривать на английском языке. Будете играть только на английском языке и так далее. Приводите своих детей, это будет очень интересно. Да, дорогие друзья, если вам действительно интересно, или вы не успели записать номера или адрес, пишите нам по WhatsApp или в Instagram, мы обязательно вам ответим, дадим все адресы, контакты. Школа называется Das Education. Мне кажется, и в интернете будет нетрудно найти. Спасибо вам большое, что пришли к нам в гости. Спасибо о том, что вы действительно, оказывается, к нам в город привезли тот метод, который будет действовать. Который будет и веселым, и познавательным, и поможет быстрее изучить английский. Спасибо вам большое. Успехов вам дальше в вашей школе и вам приятно. Да, и добавьте обязательно новые языки, как французский, итальянский. Я обязательно продаю вам на курсе. Хорошо, спасибо. Ну, а мы, дорогие друзья, продолжаем наш эфир. У нас остается совсем немного времени, да? Да, да. Получается, всего... А, совсем немного. Да, но мы уже успеем прерваться на музыкальную паузу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok